Совместное производство ТФ-1 Карреры и Ла Колониале. Автор сценария Себастьян Дерсе. При участии Центр национальной кинематографии. Композитор Дидье Жюля. Режиссер Жан-Цезар Сухорский. Аргай. Королевство Тирла. Год 1250-й. Сражаясь с полчищами варваров королевы Ареалы, принц Аргай узнает, что его невеста Энджел погрузилась в непробудный сон, став жертвой колдовства. Принц читает книгу пророчеств, в которой описана его судьба, а затем в него попадает молния, и он исчезает, чтобы очнуться в Нью-Йорке тысячу лет спустя. Он прячется у детектива Оскара Лайтбалба и его помощника Барнами. А черная королева, злая ведьма, правящая этим миром, заинтересовалась принцем. Я не позволю этому принцу разбудить глупую пастушку, если он это сделает, мне конец! Вернувшись на Землю после побега с планеты тюрьмы F-107, Оскар ищет машину времени своего друга Хаксли Барнса. Гека, которого королева заменила механическим клоном, впал в ярость и помог друзьям найти машину, открыв им ужасную тайну. Снадо мне, что я давала много лет юдам девушкам, подарила мне вечную жизнь! А алый и черный королевы одно и то же лицо. Чтоб не провалиться, нашим друзьям едва удалось скрыться от полиции и перенестись в средние века на машине времени. В монастыре Тирлыха они узнают, что отец Грегори увез книгу пророчеств в Париж незадолго до их прихода. Она не должна попасть в руки варваров. Они отправляются в Париж, но черная королева уже взяла след. Мы должны перехватить у них книгу. Стой здесь, сторожи лошадей. Твоя гостиница пуста. Добрый день, королева. Давненько мы не виделись. Даже дольше, чем ты думаешь, слепец. Переночуете или вам просто что-то нужно от меня? Я ищу принца по имени Аргай. Аргай? Да, я слышал, как он разговаривал с друзьями. Неужели? Что они делали в твоей гостинице? Говори, я слушаю. Они говорили о черной королеве и о книге. Книга? Какая книга? Книга пророчеств. Ее написал один монах уже очень давно. Что ты еще слышал? Один по имени Оскар очень хотел найти эту книгу. Он сказал, что в ней вся судьба принца, хотя ее еще надо расшифровать. Чтобы узнать, как меня уничтожить. Верно. И где же книга? Ее забрал святой человек по имени Грегори из монастыря Тирлыха. Он бежал с ней незадолго до вашего прихода. Куда он бежал? В Париже строят собор. Там вы его найдете. Ты полезный союзник, слепец. Скорее, нельзя терять ни минуты. Беги, споря. Удачи, моя королева. Мы должны перехватить у них книгу. Есть идея. Вперед! Если не ошибаюсь, пророчества приведут нас к истине, и мы узнаем, чем кончатся наши приключения. Иногда мне не хочется знать. Не беспокойтесь. Конец может быть только в нашу пользу. Добро всегда побеждает зло, вы же знаете. Надеюсь, вы правы. Несомненно. Поверьте, наша проблема позади. Как скажете, шеф. Но как вспомню, что королева тоже позади, так кровь в жилых стоит. Друзья. Что, Аргай? Это Париж. О, о. Смотри, Барнаби, Париж. Какой-то он маленький. Как раз вовремя. Принять горячий душ и лечь в постель. Ну, это же средние века. О! Вперед! А здесь довольно оживленно, не правда ли? Даже веселее, чем в Нью-Йорке. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Чтоб не провалиться, все в карнавальных костюмах. Праздник шута. Праздник шута? А что это? Древняя традиция. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Ох! Хе-хе-хе-хе. Просто детвора развлекаются. Не вижу ничего смешного. Я промокла. Ну, ты же сама ходила под душ Муни, да еще надушилась совершенно бесплатно. Хе-хе-хе-хе-хе. 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 Мерзость. Муни, успокойтесь. Оставим лошадей здесь и передохнем в этой гостинице. Прекрасная идея. Ну-ка, посмотрим. Отсюда хороший вид. Смотрите, друзья, Нотр-Дам. Я видел гостиницу и получше. Все, что мог найти. Вот, будете спать, как убитые. Прошу прощения за неудобства, но сейчас день шута и все номера заняты. Ничего, утром мы уезжаем. Правда? А я думал, вы на казнь. Какую казнь? Ну, монаха, разумеется. Говорят, он колдун и умеет предсказывать будущее. Колдовство. Я бы остался на вашем месте. А этот монах, как его зовут? Его имя Грегори. Грегори? Что мне провалиться? А во сколько казнь? Я знал, что вы не захотите пропустить. На рассвете. И лучше не опаздывайте. Много народу будет. Отец Грегори, только он может нам сказать, как пользоваться книгой пророчеств. Он мой старый друг. Надо его спасти. Да, и у нас мало времени. Моя королева, наконец-то. Это большая честь. Вы сделали все, как я сказала? Да, ваше величество, старика казнят завтра на рассвете. Хворост уже лежит. Хорошо, отлично. Быстро сработали. Я арестовал его за колдовство, как просил ваш гонец. Избавьте меня от деталей. Книга у вас. Увы, госпожа, мы ее не нашли. Что такое? Мы обыскали лестницу и присвитерию, никаких следов. Вас дайте ему по заслугам. Госпожа, нет! По крайней мере, день прошел не напрасно. Мы знаем, где держит отца Грегори. Но мы не можем его вызволить. Это не просто, надо что-то придумать. Ну, раз он заперти, то книга наверняка не с ним. Черт возьми, ты прав, Барнапе. Разумеется, он не мог взять с собой книгу. Но как мы ее найдем? Она может быть где угодно. Да, проблема. Что же делать? Аргай, принц мой, ты вернулся ко мне. Ой, я счастлива. Энжел. Мне было так одиноко. Мое сердце опустело, а слезы превратились в лед. Жизнь умерла. Ты пришел освободить меня, Аргай. Скажи мне да. Энжел. Не покидай меня, Аргай. Не бросай. Принц? Принц! Аргай! В чем дело, принц? Мы потеряли много времени. Я освобожу отца Грегори, а вы постарайтесь найти эту проклятую книгу. Эй, вы здесь? Да, мисс Мун, мы здесь. Ах, я хочу есть. В таком случае закажи что-нибудь, а потом ложись спать, Муни. Что-то ты бледная. А что будете делать вы? И куда ушел Аргай? Мы погуляем по ночному Парижу. И вы оставляете меня здесь одну? Один из нас должен остаться в гостинице, Муни. О! До скорого, Муни. Стоять! Давай деньги и сапоги, если хочешь остаться в живых. Защищайтесь! Ой, поехали! Боюсь, ваши мечи коротковатые. Мы не хотели ничего плохого. О, нет, совсем нет. Да, только попугать немножко и все. И просто повеселиться. Сегодня же день шута. И сказали себе нас трое, а он один. О, нет. Мы бандиты, это правда. Но у нас тоже есть своя честь. Откройте лица. Конечно, смотрите. Пожалуй, в масках вы мне нравитесь больше. Кто из вас главарь? Я. Как звать? Пиклин. А это Гропер и Гурсул. Меня зовут Аргай, принц Тирмаха. О, настоящий принц. Ух ты, принц. Бывали солдаты и получше, но да ничего. С этой минуты я ваш командир. То есть вы хотите и нас нанять? Да, хочу. И вы не пожалеете. Таких, как мы еще поискать. Я это заметил. Для начала поднимите свои мечи и идите за мной. А кстати, сколько вы нам заплатите? Я вас не убил, считайте, что мы в расчате. Кажется, нас обставили, ребята. И заткнись и шагай. Барнаби, ты понимаешь, что мы идем по улицам средневекового Парижа? Невероятно. Что-то тихо здесь, никакой ночной жизни. Смотри, мы пришли. Великолепно. Нотр-дам. Ты веришь глазам, Барнаби? Что дальше, шеф? Войдем, разумеется. По-моему, небыстижимо, что построили эти люди, не обладая никакой техникой. Тихо. Ты слышал? Барнаби, кто-то вошел. Спрячемся. Ты тоже это видишь? Быстро она нас разыскала. Если она здесь, то... Она знает про отца Грегори. И про книгу тоже, но как она узнала? Нет, она точно ведьма. Что там? Я посмотрю, госпожа. Смотри, это Гекко. Моя госпожа, тут никого нет. Эта атмосфера просто сводит их с ума. Мы сюда не в прятки играть пришли. Обыщите все и найдите книгу. Да, госпожа. Эй, гномы, обыскать все. Чуть не попались, шеф. Точно, Барнаби. Ты включил механизм открывания тайной двери. Иначе бы нам конец. А я думал, мой последний час уже пробил. Я тоже. Но теперь надо выбираться отсюда. Смотри. Это же туннель. Этот собор самый большой лабиринт, какой мне приходилось видеть. Я не люблю лабиринтов. Никогда не мог из них выбраться. Видишь там свет? Давай-ка взглянем. Смотри, двое монахов. Господа. Кто вы? И как попали сюда? Это долгая история. И нет времени ее рассказывать. Меня зовут Оскар Лайтбалб. А это мой помощник Барнаби. Мы друзья отца Грегори. Я брат Антуан, а это брат Теодор. Он глухонемой. О, в чем цель вашего визита? Мы хотели найти книгу, которая очень дорога отцу Грегори. Я не знаю. Тогда позвольте сообщить, что там в соборе некто куда менее терпеливый тоже ищет эту книгу. Черная королева. И она значительно менее изговорчива. Несполезная рухлядь. Посмотрите там. Если бы я захотел взглядать книгу, то не оставил бы ее на все вообще обозрение. Если здесь не нашли, она в другом месте. Я не слышал про Черную Королеву. Кто она? А про Королеву Ариалу. Королева Варваров. Одно и то же лицо. Мы хотим спасти отца Грегори. Незадолго до ареста отец Грегори поведал мне странную историю, которой я не поверил. Уверяю вас, к несчастью, все это правда. Он отдал нам эту книгу с тем условием, что мы передадим ее самому принцу. Где книга? Вот она. Чтоб не провалиться. Смотри, Барнаби, в этой книге все, что нам надо знать. Если мы ее расшифруем, то снимем проклятие с Энджел. Так, это уже любопытно. Эти книги не кажутся вам новыми. Не сомневаюсь, здесь претана мечта важная. Посмотрим. Так. Вот так я и стал. Здесь тайный ход. Хе-хе-хе-хе-хе. Вперед! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Что вы делаете? Одно маленькое изобретение. Мы не можем взять книгу, она слишком тяжелая. Как только скопируем, можно ее уничтожить. Уничтожить? Она не должна попасть в руки черной королевы. А-а-а! А-а-а! Тайная дверь резницы открыта. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это они. Скорее, Барнаби. Какая толстая книга. Почти закончил. Быстро. Здесь есть другой выход. Еще несколько страниц. Спешу, как могу. Все готово. Быстро. Уходим. Так, никого нет. Но книга была здесь. Найдите ее. Туда. Это место подойдет. Вы уверены, что он пройдет здесь? Те осужденные здесь проходят. Смотрите, тюрьма вон там. Слушайте внимательно. Я расскажу, что мы будем делать. В чем дело, колдун? Не знаешь заклинаний, как убрать решетку? Ха-ха. Лучше съешь что-нибудь. Когда поджарит, быстро проголодаешься. Сатана. Ха-ха-ха. О, восхитительный хлеб. А я так голодна. Ранний завтрак, моя красавица. Не хотелось вас будить, но больше не могла спать. Ваши друзья уже вернулись. Не похоже. Беги, Барнаби. Они уже близко, шеф. Стой, Барнаби. Дальше я не могу. На помощь. Шеф, я не вижу монахов. Должно быть, эти твари их поймали. Не хочется разделить их участь. Совершенно согласен. Бежим. Лестница. Только этого не хватало. Ага. Она ведет наверх, значит там выход. Надеюсь. Ноги уже отнимаются. Шеф, дверь. Я думал, нам крышка. Как Энджел. Энджел? Да. Невеста принца Аргая. Когда Черная Королева ее заколдовала... Черная Королева? Или Ареала, если хотите. А Черной Королевой ее зовут там, откуда я пришла. В 2075 году. В 2075. Да, конечно, конечно. Что мне провалиться? Мы высоко забрались, шеф. Уже три утра. Аргай гадает, куда мы пропали. Проверим эту лестницу. Идемте, шеф. Отличная мысль. Я за тобой. Они попали в капкан. Гека нас выследил. Скорее, Барнаби. Сюда. Дальше дороги нет. Да? Предпочитаете попасть в плен к психопату? Бежать бесполезно. От меня не уйдете. С этим у нас есть шанс уйти. Засуну книгу под веревку. Предупреждаю, тут очень высоко. Лучше не оступаться. Не смотри вниз, Барнаби. Голова закружится. Вот, прости. Мы уже не одни. Я уговорю их отстать. Только не говори, что батарейки сели. Еще как сели. Держитесь, шеф. Барнаби. Барнаби. Не знаю, сколько я еще продержусь. О, нет. Нет. Несите книгу. Если мы найдем эту книгу, то сможем вернуться в 2075 год. И все будет гораздо проще. Да, очень просто. Конечно, конечно. В книге противоядие от этого заклинания. Как только мы его узнаем, Оскар его изготовит. Сразу же изготовит. А потом? А потом? Потом мы сможем снять Сэнджелл заклинание, и она выйдет за принца Аргая. Конечно, конечно. Это так романтично. Ах. Барнаби, помоги. Очнись, Барнаби. Мя? Иду. Барнаби, книга. Держу. Держу. Нет. Не повезло. Ужасно, Барнаби. Хуже просто не придумаешь. Но мы еще живы, и книга есть и у нас. Ты прав. А теперь мы с королевой на равных. Надо найти способ спуститься и вернуться в гостиницу. С добрым утром. Привет. Оскар. Рад вас видеть. Вы живы и невредимы. Так вы и есть, Оскар Лайтбалл. Он самый. Я отец Грегори. Чтоб я провалился. Принц, у вас получилось. А книга? Ну? Где она? Здесь. На самом деле, все прошло не совсем по плану. Объясню по дороге. Надо вернуться в Тиролах к машине времени. Пошли. Уезжайте. Все хорошее кончается. Счастливого пути. Надеюсь, будущее будет к вам милостиво. Муни. Наверное, я слишком много болтала. Но вы оставили меня одну. Вспомните пророчество. Только противоядие может разрушить чары и пробудить девушек. В каждой страфе содержится ингредиент. Но загадку надо еще разгадать. Противоядие уничтожит королеву. Мы победим. А как же вы? Монах Тич повез Энджел на восток крестоносцем. Попробуй их найти. Хотелось бы поехать с вами и увидеть Энджел. Увидите, как только вырвем ее из когтей королевы. Готовы? Все готово, Барнаби? В путь. Благодаря вам мы знаем, как пользоваться книгой. Это важный шаг. Мы еще встретимся, не сомневаюсь. Берегите себя и мою драгоценную Энджел. Можете на меня положиться. Прощайте. Я вернусь за ней. Я знаю. В чаще лесной есть одно растение. Река вам подарит приключения. Странный корень, которого должно бояться. Без него по утрам нелегко просыпаться. Попав в будущее, принц Аргай навлек на себя гнев черной королевы, которая чувствует, что его следует опасаться. Она готова на все, чтобы найти принца. Друзьям грозит опасность. Одолеют ли они силы зла? Смогут ли друзья избежать опасности и капканов жестокой королевы? Не пропустите новых приключений Аргая во времени и пространстве в главе Мандрагора. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании Централ Партнершип. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова